Почти 500 обращений всего за месяц. Половина по содержанию дворовых территорий. Мусор и листва на дорогах, стихийные свалки, разрушенные тротуары и бордюры. Для жителей военных городков Кувенки картина привычная. Очевидно, что недорабатывают службы. Контрейнер-площадки тоже в ужасающем состоянии. Идет перепалка. То это управляющая компания, то это МБУ. МБУ просит управляющих компаний. Компания управляющих говорит, что мы просим другое. Между собой никто не может договориться. Вопрос наболевший, а причина на поверхности. Земли находятся в собственности Министерства обороны. Хотя муниципальные службы порядок все же стараются поддерживать. Нужно больше техники, больше финансирования, больше людей. Местная администрация уже запрашивает для более качественной уборки 7 единиц техники. Мини-погрузчики, тракторы и самосвалы. Количество рабочих тоже нужно увеличить. 70 до 100 человек минимум. Если не получается что-то защитить, и идет какая-то бюрократическая проволочка в этой части, тогда мы сами думаем, где взять 30 людей рабочих. Где их размещать, сколько им платить, откуда платить. Среди волнующих вопросов – капитальный ремонт Акуловской школы. Модернизация в рамках президентской программы должна была быть уже в процессе. Однако перенеслась на 2025 год. Этим летом в изношенном здании все-таки проведут текущие работы. В июне месяце после окончания итоговой аттестации в школах, проведения выпускных и последних звонков. В принципе, два месяца нам на легкую косметику будет достаточно. Установили скамейки, нанесли на памятный камень схемы боевых действий. Благоустройство воинского мемориала Акулова завершено. Забережную реставрацию жители благодарят и уже наметили дату открытия. Этот памятник открыть уже в окончательном виде. 22 июня – Дню памяти и скорби, где будет много приедет людей со всех городов, даже с Питера, с Москвы три автобуса планируется и так далее. Ямочный ремонт, строительство двух эстакад, установка мачта освещения тоже обсуждались на встрече. Сроки исполнения задач поставлены, ответственны и назначены. Алиса Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».